7 мая в России отмечается День радио. Это профессиональный праздник трудящихся в самых различных сферах связи. Начало этому празднику положил русский физик Александр Попов в 1895 году, 25 апреля, по старому стилю, а по новому это 7 мая. Он создал первый в мире радиоприемник, осуществил с помощью него сеанс связи. День радио можно тесно связывать с такими профессиями, как связисты, трудящиеся на телевидении, почтовики, радиолюбители и, конечно, работники радиовещания. В следующем репортаже мы расскажем о том, какие радиостанции пользуются заслуженной популярностью, какие предпринимаются шаги для того, чтобы держать такую высокую планку. Медиахолдинг «Тверской проспект» — представитель большого количества радиостанций. Это русское радио, радиошансон, хит-фм, рекорд, Монте-Карло, максимум и детское радио. С уверенностью можно сказать, что все эти радиостанции соответствуют высоким федеральным стандартам. В эту среду для сотрудников русского радио «Твер» состоялся вебинар, который посвящен новостям. Наша основная задача сделать так, чтобы региональные новости, которые выходят на русском радио на частоте 100,6 фм три раза в сутки, не отличались от федеральных новостей. И мы успешно идем к своей цели. Русское радио — одна из крупнейших радиосетей в мире. Первая национальная радиостанция России, в эфире которой звучат только лучшие песни на русском языке. Русское радио — это популярная музыка, свежие новости, рейтинговые программы и эффективная реклама. Наша целевая аудитория примерно 35+. И русское радио в данный момент входит в тройку лидеров по прослушиваемости. Ведущие умело поднимают настроение своим позитивом, харизматичностью и остроумием. Так, например, радиослушатели надолго запомнят приезд русских перцев, которые провели утренний эфир в столице Верхней Волжья. Это русские перцы, мы обожаем Тверь, мы вернемся сюда неоднократно. Полина Жукова, Дим Морозов, Антон Юрьев, любви вам. Это ведущий шоу, которое по-прежнему имеет высокий рейтинг, впрочем, как и все проекты русского радио. Я люблю слушать русскую музыку, потому что я патриот, люблю наши песни и слушать русское радио, потому что там много очень русских песен. Да, мы очень часто слушаем русское радио, особенно когда едем в машине, в деревню, из деревни или так по городу. Я слушаю русское радио, мало того, что я его слушаю, его слушают мои родители. Мы слушаем его, когда едем в дороге, потому что они несут в себе много смысла. Девизом национальной станции является фраза «всё будет хорошо». Соответственно, тех, кто слушает русское радио, всегда будет сопровождать удача.